Играть в хоккей, биться нужно до конца, и наша команда это доказала. За пять минут до окончания основного времени, когда канадская публика уже запевала победный гимн, Илья Ковальчук сравнивает счет 4-4. Ковальчук бросает гол! Мы сравниваем счет в финальном матче! Вот этот прыжок на борт покажут все телеканалы мира. Это такой эмоциональный всплеск был. Он этим жестом показывает, что верьте в меня. А потом прошло еще несколько минут, и от восторга закричали болельщики по всей нашей стране. И на Дальнем Востоке, где было утро, и в Москве, и в Питере, и в Калининграде, где еще была глубокая ночь. Гол! 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 Мы чемпионы мира! 5-4. Первая за 15 лет золото сборной России. Конечно, куча мала. Радости, слюни, крики. Побежал брать флаг к фанатам, побежал на стекло прыгнул. В голове эти моменты, конечно, когда вспоминаешь, а с мурашкой по телу идут. Я радовался, не скрывал своих эмоций, потому что я просто, знаете, вот от счастья, наверное, безумное, можно так сказать. Такая радость была. У меня 4-2 проекте, а профессионал знает, что это такое. То, что ребята сделали, они просто герои все. Вместе тренировали. Куча мала из наших, на льду застывшего от шока дворца спорта, счастливый хором распевающий гимн России Третьяк и Овечкин, плачущий от счастья Ковальчук. И здесь же рядом, отдавший этой победе все свои знания и весь свой опыт, человек, сумевший поднять с колен авторитет российского хоккея, сегодня, как и 20 лет назад, нас снова боятся все и везде, и в Чехии, и в Америке, и в Канаде главный тренер сборной России Вячеслав Быков. Вячеслав Аркадьевич. В 60-м родился Марадон, и я знал, что он в футболе будет там лучше, поэтому оставил ему футбол, сам пошел в хоккей. Порубаем все на пятаке!